Я когда находился на своем рабочем месте, увидел сначала задымление, быстро оделся и побежал в общежитие. Я сказал вызвать на вахте пожарных и скорую помощь, а сам взял студентов, которые представители студсовета, начали проводить эвакуацию студентов. Когда мы вошли на 10 этаж, там было очень сильное задымление, там было сведение, что там находятся две студентки в комнате, которые были изолированы дымом и огнем уже. Работники МЧС приехали достаточно быстро и оперативно. С моей непрофессиональной точки зрения я могу только выразить благодарность работникам МЧС за очень оперативное тушение пожара и эвакуацию наших двух студентов, которые были заложниками дыма и огня. У меня закончились занятия около семи. Я пришла сюда, они раньше заканчиваются и просто сразу объявили пожарную тревогу. Она была не первая и было много учебных. Ну мы как бы переполошились, я пошла смотреть в коридор, что там. Оттуда из соседнего блока выбегает один из жителей этой комнаты и просто убегает, не закрывая за собой дверь и оттуда валят клубы черного дыма. Мы испугались уже, давай быстрее одеваться, взяли паспорта, выходить, а там уже просто весь коридор черный, уже некуда было выходить. Сначала ситуацию не осознаешь до конца, что это настолько серьезно, кажется, что пару минут и все будет нормально. Пока они начали вылетать стекла в соседней комнате, треск, огонь. И когда дым начал тут распространяться, то есть мы там закрыли дверь, получается, в общий коридорчик и эту закрыли. И потом, когда начал идти дым сюда, тогда уже стало страшно. Ну мы намочили полосец, закрывали щели, окно открыли, пытались дышать, но зашли пожарные, выбили дверь, они заходят и света уже нет сразу резко. У нас надели, да, маски полосу, ну кислородные и выводили нас по лестнице. Через пожарный ход. Там нас встретила женщина, которая нас отвела. Видимо, тоже сотрудник. Да, к машине скорой помощи. Спасибо огромное. На самом деле, это реально, когда человек тебя спасает, вот этот мужчина, он вел меня, я за него держусь, и я понимаю, что я уже его не отпущу в этот момент. Спасибо вам огромное. Спасибо большое, что, не знаю, никогда не думая, что это так страшно, пока вот не окажешься в такой ситуации. Ну, стояли вообще нормально, сначала шутили, ну, как бы, сейчас выйдем, сейчас выйдем. Ну, когда уже валит дым, это вообще, это очень страшно. И когда приходит человек, который тебя может вывести, ну, спасибо большое.